Очередная поездка в Карелию, на которую вдохновило наше предыдущее путешествие вокруг Ладожского озера на машине. Есть ролик на этом канале. На этот раз путь значительно короче, но мы не торопимся. Первый день установка в Лосево, в центральной части финской Кивиниеме до 1948 года, что в переводе Каменный мыс. В поселке множество бас-отдыха и загородных клубов. Особенно радуют гипсовые пионеры с горными. Наша цель – клуб «Бурная вода». На крыше игривое название «Угребись». Честно говоря, ночевка так себе. Очень жарко, открытые окна не спасают и очень шумно. Лосевские пороги весьма громкие и дополняют звуковую картину два моста с потоком машин и электричек. Центральная часть поселка довольно милая. В мини-парке с различными шуточными инсталляциями видеометеостанций из висящего кирпича, дома с привидениями, пупа земли и прочего. Несколько кафе с видом на пороги делают вечер приятным. Вообще, это место для экстремалов, любителей рафтинга. Если пройти по берегу Волксы, вскоре наступает почти идиллическая тишина, если ее не прервет шумный отдыхающий, коих немало на берегу. Теперь о происхождении порогов. В целях развития судоходства в 1741 году было принято решение прорыть до Ладоги канал, точнее соединить бывшее Суванто, ныне Суходольское озеро, с Воксой. К реализации проекта приступили уже после смерти Петра I. Однако, даже при помощи армии построить канал не удалось. Оставалось прорыть чуть более полусотни метров, как разразилась очередная русско-шведская война. В 1818 году реализовывать грандиозный проект помогла природа. Из-за таяния снега и обильных осадков вода в озерах сильно поднялась. Мощный поток прорвал тонкую перемычку и устремился в Ладогу. Вода тащила за собой огромные валуны и мгновенно размыла берега. Уже через неделю недостроенный канал превратился в широкую долину. Если раньше вода перетекала по протоке из Суходольского озера в Оксу, то теперь поток повернул спять. Вместе с этим уровень воды в озерах упал сразу на семь с половиной метров. Протока сразу обмелела и водная связь между озерами прервалась. Только в 1857 году ее расчистили не очень удачным взрывом. Поскольку на дне оставались огромные валуны и куски взорванной породы, вода вокруг них забурлила и закрутилась водоворотами. Так родились Лосевские пороги. Лосевские пороги. Лороны. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отправляемся на Суходольское побережье Путь проходит под автомобильным мостом Вдоль берега проходит и ЖД-ветка до станции Лосева Лосевские пороги считаются самыми крупными среди искусственных порогов Европы Их длина составляет 800 метров, ширина около 7 метров, перепад 2,5 метров В самом начале глубина порога совсем небольшая, не более 2 метров Под автомобильным мостом она увеличится до 4, а вот под железнодорожным уже достигает 17 На Суходольском берегу множество туристических и шашлычных активностей Прокат различных водных средств передвижения Палатки глэмпинга Даже концертная площадка имеется Есть канатная дорога через пороги, место отличное Утром после небольшого шоппинга и завтрака Отправляемся в дальнейший путь Следующая остановка – Приозерск Субтитры создавал DimaTorzok